Ну и сейчас переходим к следующему сюжету. Если ваша свадьба еще не совсем близко, то можете себе позволить что-нибудь такое сильно вкусненькое. Вот, например, рисовый пирог. Сейчас научим, как испечь. Рубрику «Гала-Кухня» представляет сеть народных магазинов «Галамарт». Не дай себя обмануть, покупай дешевле твой «Галамарт». Лебен! Просто для жизни! Я получила письмо от Долгановой Татьяны. Она нам предлагает испечь рисовый пирог. Девоньки, 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 Ваня! Привет! А мы вот тут как раз спорили, с чем лучше в гости ходить. Я считаю, купили торт и все довольны. Нет, а я думаю, что лучше что-то приготовить дома, своими руками. Да, но надо это полдня уйдет. Так что вы постоянно спорите? Давайте сейчас все это проверим. Для начала нам нужен стакан риса и засыпать его в нашу кастрюльку. И варим это до полуготовности. В это время возьмем пять белков и взобьем их в пену. Я вижу, что водица уже испарилась наша. Добавляем стаканчик молока. Берем полстаканчика сахара и туда его направляем. Следом добавляем масло. Масло. Ну, а для начинки нам понадобятся жареные яблочки. Вот наши яблочки. Берем нашу чудную форму для нашего пирога и выкладываем туда слой риса. Слой яблок. Снова добавим рис. И потом опять яблочки. Рис, яблочки, рис, яблочки. Все просто. Теперь выкладываем белки на наш пирог. Чудненько. Ну, а теперь дело за малым. Сейчас мы отправим наш пирог в печь на 15 минут. Я пошла. Эх. Давай. Чуфыр, чуфыр, чуфыр. Вот и время пролетело. Сейчас мы посмотрим, что там с нашим пирогом. Вот и чудо пирог. Теперь осталось его украсить малиновым вареньем и наслаждаться чудесным вкусом. Приятного аппетита вам. Пока-пока. Вся посуда, бытовая техника Лебин предоставлена сетью народных магазинов Галамар. Не дай себя обмануть. Покупай дешевле твой Галамар. Утренний экспресс. День начинается с нами.